Поиграли и хватит. Примерно такой емкой фразой можно охарактеризовать неприятную для представителей так называемого многострадального народа новость, которая пришла из США. Как с прискорбием сообщают армянские СМИ, администрация президента США Дональда Трампа выступает против установления санкций в отношении Турции, а также резолюции по признанию так называемого геноцида армян, принятых палатой представителей на прошлой неделе. Аргументация такова. Эти две инициативы могут привести к дальнейшему обострению отношений с кульчевым союзником НАТО, сообщает Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента. Администрация обеспокоена тем, что санкции, принятые в палате на прошлой неделе в ответ на военную кампанию Турции в Сирии, свяжут руки США, сказал чиновник, который предпочел оставаться инкогнито. По словам чиновника США, принятие резолюции о геноциде наряду с осуждением действия Турции в Сирии было несвоевременным. А так все хорошо начиналось. Принятие палатой представителей резолюции о геноциде вызвало бурю восторга среди мирового армянства. Говорили о каком-то прорыве, восстановлении так называемой исторической справедливости и так далее. Армян даже не смущал тот факт, что принятое решение не имело никакой юридической силы. Однако, как известно, древнейшие любят делать из мухи слона, что и было сделано на прошлой неделе. Но правду скрыть нельзя. Говорят, что ложь живет не больше 40 дней, а тут она не прожила и неделю. Армянский миф лопнул, как мыльный пузырь, не успев даже раздуться до приличных размеров. Наверняка армяне найдут достоверные источники, которые расскажут заплесневелую сказку об азербайджанской икре и турецких фундуках, которыми подчевали сотрудников администрации президента США. Но, как известно, собака лает, а караван идет. И все же американский чиновник подсластел пилюлю, заявив, что США не изменили своей позиции. США поминают Мэтц-Егерн, великую резню, назвав это одним из самых страшных массовых злодеяний 20 века и приветствуют усилия Армении и Турции по примирению с их историей, отметил он. Но вся ирония заключается в том, что под Мэтц-Егерном имеет в виду не мифический геноцид армян, а как раз наоборот, злодеяние армян в отношении мирных жителей.